Субтитры создавал DimaTorzok Ранее сегодня Тверской суд Москвы оштрафовал оппозиционного политика на 20 тысяч рублей, признав его виновным в организации несанкционированной массовой акции. На заседании в суде политик заявил, что организовал вчерашнюю акцию не он, а премьер-министр Дмитрий Медведев. Именно расследование о причастности к коррупции Медведева стало поводом провести акции протеста по всей стране 26 марта. Навальный попросил вызвать главу правительства в суд, впрочем, все ходатайства адвокатов политика судья отклонил. Мэрия предлагала оппозиции провести воскресные шествия в парке в Сокольниках или в районе Марина, но активисты с этим не согласились. В итоге сторонники Навального, которые собираются баллотироваться в президента, вышли на несанкционированную акцию в центре российской столицы. И мне кажется, вчерашние события показали, что достаточно большое количество в России избирателей, которые поддерживают программу кандидата, который выступает за борьбу с коррупцией. И эти люди требуют политического представительства. Я претендую на то, что несу политическое представительство для этих людей, и я поэтому имею полное право идти на выбор. Всего на вчерашней акции в Москве задержали более тысячи человек. Это самое большое количество задержанных за последнее время в России. Так, в два раза больше, чем на Болотной площади в мае 2012 года. На большинство задержанных составили административные протоколы о нарушении правил проведения митингов и отпустили. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Наказание по ней вплоть до пожизненного заключения. Дело возбудили после того, как на акции в Москве ударили полицейского, который потерял сознание. Более ста человек до сих пор остаются в отделениях. Среди задержанных есть несовершеннолетние. Второе уголовное дело возбуждено в Волгограде. Студент Алексея Бальдинова также обвиняют в нападении на полицейского. По версии следователя, он видел, как полиция задержала протестующего. Тогда Бальдинов, цитата, «будучи недовольным законными действиями представителей власти, ударил одного из них ногой». Сейчас суд решает вопрос о мере пресечения. Сам Бальдинов уже признал свою вину. Митинги прошли как минимум в 84 городах России. Сегодня суды по всей стране рассматривают дела задержанных в Петербурге. Задержали более 130 человек. На всех составлены административные протоколы. В Нижнем Новгороде в отделение сакции доставили пятерых школьников. Их родители обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию детей. В Кремле вчерашние протесты назвали провокацией. По словам пресс-секретаря президента России, задержанным в Москве подросткам за это обещали деньги. Дмитрий Песков также отметил, что полиция действовала абсолютно корректно, высоко профессионально и законно. В Белоруссии сегодня проходят судебные слушания по делам. Задержанных на массовых протестах за последние два дня на митингах в Минске и других городах. Были задержаны более тысячи человек. Вчера протестующие вышли на площадь, чтобы потребовать их освобождения. Но вместо этого несколько десятков человек сами оказались под стражей. Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич пропал накануне протестов и несколько дней о нем ничего не было известно. Сегодня утром его привезли домой из изолятора КГБ. Выйдут все равно еще раз. Через месяц, через два, через полгода. Потому что власти одной рукой душат протест, а другой рукой этот протест создают. В Петербурге задержали лидера протестующих дальнобойщиков. Председатель объединения перевозчиков России Андрей Бажутин обвиняет в управлении автомобилем без водительских прав. При этом, как рассказал сам Бажутин Фонтанке, о том, что его лишили прав на полтора года, он узнал лишь сегодня утром. Бажутин отметил, что никаких квитанций о нарушении правил дорожного движения и повесток в суд он не получал. В разных городах России сегодня дальнобойщики проводят акции протеста против системы Платон. Дальнобойщики выстраивают свои фуры вдоль дорог. Объединение перевозчиков заявило, что в протесте примут участие более 10 тысяч водителей. И таковы главные новости к этому часу. С вами была Светлана Обратнова. Увидимся.